Религия. Как станции выезжают за рубеж в целях духовного обогащения? Как развивается внутренний и внешний религиозный туризм? Вот на эти вопросы мы сегодня хотим получить ответы, и в этом мне помогут наши эксперты. Позвольте их представить. Устаз мечети Хазарит Султан, редактор русской версии портала Muslim.kz, постоянный автор и ведущий популярной видеорубрики «Хадисоведение». Доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения Евразийского национального университета имени Гумилёва Шаповал Юлия Васильевна. Добро пожаловать в студию. Прежде чем мы начнем беседу, предлагаю небольшую информацию к размышлению. По сообщениям СМИ, в этом году Министерство Хаджа и Умры Саудовской Аравии выделило для казахстанских паломников 3200 мест. Стоит отметить, что год от года эта квота растет. В 2017 году она составляла 2500. В целом же в прошлом году Мекку посетили 1 700 000 мусульман из-за рубежа. Такое скопление людей заставляет власти королевства принимать особые меры для сохранения безопасности паломников. Юлия Васильевна, вот в данном случае были приведены цифры, касающиеся именно паломничества в исламе. А вообще, если взять в целом разные конфессии, разные верования, во всех посещение каких-либо святых мест имеет какое-то, я не знаю, сакральное значение? Паломничество является очень важным видом религиозной деятельности практически для всех религий. И паломничество к святым местам, святым объектам воспринимается как очень важный вид действия, ритуалов для верующих людей. Потому что верующий человек считает, что в сакральном месте два мира как бы соприкасаются, физически и божественный мир соприкасаются. Божественные силы становятся ближе к людям и могут послужить для спасения души, для защиты, для обеспечения благополучия людей. При массовых паломничествах имеет место большое скопление людей, скучность, давка. Потом люди едут в регион, в котором они не проживают, с другими климатическими условиями. И, соответственно, это может быть таким определенным вызовом для здоровья человека и так далее. То есть и для этого паломничества, это, как правило, путешествие является и духовным, и физическим вызовом для человека. Он соприкасован с духовными и физическими трудностями. Если говорить о Казахстане и конкретно об исламе, история хаджи, если можно так выразиться, она вообще началась когда и с чего? Дело в том, что история у нас существовала, посещение Мекки и Медина, о которой говорим, и Большой Хадж. С древних времен, то есть каждый житель Средней Азии, они присоединялись к караванам, совершали паломничество. Но именно вот, скажем так, задокументированные или архивные данные, допустим, о посещении казахами Мекки, можно привести посещение отца нашего великого поэта Абая Кунамбаева, Кунамбая Хаджи, который во главе с несколькими своими друзьями из Симпалатинска, они выдвинулись и через Черное море, через современную Сирию, Дамаск, они приехали в хадж. Но хаджам уже вот этой нашей элиты, просвещенной, отличием было того, что они построили там, скажем так, гостиный двор для паломников с Казахстана. В исламе есть такой инструмент, который называется вакф. То есть, социальная значимость проекта не только строить мечети для благотворительности, но и такие объекты, к которым любой человек, приехавший из Казахстана, он может остановиться, бесплатно там жить, совершить хаш и уехать обратно. И вот это здание, вот Казах-Тахьясада, как его говорят, оно было сооружено. И после того, как они вернулись в Казахстан, туда несколько раз ездили наши паломники. Но в советское время контакты были наши немного утеряны с современной властью, да, Саудовской Аравии. И это место сегодня, оно, скажем так, вошло в территорию современной мечети. Но наравне с этим, можно сказать так, у нас есть великий наш хажа, наш палуан, наш борец, чемпион мира, хажа-мухан. То есть тесные связи с этой святыней у нас были издревле. И поэтому каждый из нас, он, слыша приставку хажа, он чувствовал, что этот человек прикоснулся к чему-то святому. И уважение к этим людям, оно существовало давно. А вот если человек решил для себя, да, совершить хадж, в первую очередь, ну, скажем так, что он должен предусмотреть, какие правила, так сказать, соблюсти? В первую очередь, ну, сама принимающая сторона, то есть современное королевство Саудовской Аравии, она предъявляет ряд требований, в том числе к туристическим компаниям. Это какие-то медицинские требования, там, по вакцинации и так далее. И каждая хаж-компания, в зависимости от квот, которые были выделены, она предлагает свои пакеты. То есть там можно поехать на 10 дней, можно на 20 дней и так далее. Вот я здесь присоединяюсь к Максадбеку. А паломничество – это не только физическое путешествие, да, вот он начал раскрывать этот аспект. Это прежде всего духовное путешествие, да. И вот Максадбек говорил о том, что надо подготовиться к этому, что и существуют определенные правила и так далее. Вот я хочу сказать о том, что надо подготовиться и как к физическому путешествию, и как к духовному путешествию. Например, в христианских религиях, ну, например, в православии, да, скажем, что человек должен обязательно попросить благословения у священника, да, на это путешествие. Человек должен быть духовно готов к этому, потому что это путешествие паломничественно связано с и преследует цель, прежде всего, духовного очищения, цель покаяния, очищения от грехов, да, скажем так, духовного возрождения, обновления, да. И вот, соответственно, он должен спросить благословения, и вот с молитвенным настроем, с определенным духовным настроем отправиться в паломничество для православных христиан. Это святая земля, земля Палестины, где, согласно Новому Завету, проходила жизнь Иисуса Христа, его рождение, его проповедническая деятельность, его смерть, воскресение. И, соответственно, каждый христианин считает необходимым для себя, если у него есть такая возможность, посвятить эти святые места. Кроме Иерусалима, кроме Палестины, могут быть какие-то другие, ну, я не знаю, цели, так сказать, объекты для паломничества и так далее? Конечно, безусловно. Для православных христианств это, конечно, Константинополь, это столица христианской Византийской империи, где христианство в свое время было признано государственной религией, да. Это Афон, безусловно, это, безусловно, для казахстанских верующих, это, безусловно, храмы, святые места Российской Федерации, Украины, Белоруссии. То есть их много? Их очень много, причем они есть в том числе и в Казахстане, мы об этом будем говорить, но это уже будет как бы внутреннее паломничество, да. Поэтому, опять же, еще хочу сказать, что в ходе паломничества также нужны правила поведения определенные, да. То есть человек должен быть соответствующим образом одет. Вот есть такое понятие, как он должен быть одет по-православному, да, то есть, соответственно, женщины в длинных одежде, с длинными рукавами, покрытые головой обязательно в храмах должны быть мужчины, брюки, ни в коем случае не шорты и так далее. То есть должна быть соответствующая одежда. А человек в ходе паломничества, естественно, не должен ни пить, ни курить, ни заниматься азартными играми. Он должен проводить время в молитве, в размышлениях о своей жизни, переосмысливать свою жизнь, да. А в исламе? Вот только что мы говорили о том, что в христианстве, в частности, есть, ну, разные цели для паломничества и существуют очень строгие, собственно, правила поведения и так далее. А в исламе? В исламе, наряду с хаджем, хадж, то есть, это является одним из столпов ислама, обязательно посещение этих свистых мест. Есть паломничество, которое называется зиарат. У нас в казахском языке мы называем зиаратами иногда могилы, но на самом деле в переводе с арабского слово зиарат означает посещение святых мест. Это могут быть мечети, да, старинные, недавно, вот, допустим, разрушенная в Сирии старинная мечеть, приемы айдах, которые еще была построена, это просто сокровищница. Или у нас, допустим, зиарат к могилам, да, больших святых людей, больших ученых, многие ездят сейчас в Туркестан, в Самарханд, в Бухару и так далее, чтобы сделать это, скажем, ну, паломничеством, наверное, назвать трудно в прямом смысле, но в переносном смысле эти зиараты, они имеются в практике. А вы говорили о том, что, ну, скажем так, существует большой хадж и малый хадж, в чем разница? Большой хадж – это обязанность мусульмана, каждого, который в определенное время, только когда мы празднуем Хурбанайт, в этот месяц, Зульхиджи называется, месяц так и называется, месяц хаджа, они едут в священную Мекку и там совершают определенный религиозный ритуал. Малый хадж во все оставленное время, года, каждый человек, каждый мусульман, он может поехать и совершить его, то есть почти схожие действия, тоже обход вокруг Кабы и так далее. Просто в другое время? Но тем и примечательно то, что в этот месяц съезжаются мусульмане со всего мира в одно место разных национальностей, разных традиций, но их объединяет одно. То есть религия – это еще одна функция, это объединяющая. Что ж, еще один момент, который обязательно необходимо учитывать при совершении паломничества, не только в Мекку, но и в любые другие святые места за рубежом, в дальнем зарубежье, это, безусловно, вопрос здоровья и безопасности здоровья, то есть вакцинация. Несколько слов об этом. Прививать казахстанских паломников, которые собираются совершить хадж в августе, отечественные медики начали еще в мае. Минздрав выделил 4000 вакцин от менингококковой инфекции, но специалисты настоятельно рекомендуют привиться и от желтой лихорадки. Все это стоит сделать заранее, чтобы у выезжающего успел сформироваться иммунитет. Духовные служители ислама напоминают, что шариат не запрещает вакцинацию. Наоборот, все, что делается для спасения человеческих жизней, приветствуется. Ну, наверное, вопросы вакцинации надо учитывать не только паломникам, но и так называемым религиозным туристам. Юлия Васильевна, давайте для зрителей поясним, собственно, в чем разница между двумя этими явлениями. Как я уже отмечала, паломничество является видом религиозной деятельности. Прежде всего, паломничество преследует религиозную цель прикоснуться к святым местам, к цветыням. В то время как религиозный туризм, он скорее носит культурно-познавательный характер. То есть в рамках путешествия, в рамках культурного туризма, человек получает информацию, знания о святых местах той или иной религии, о религиозных традициях и так далее, о культурных традициях, связанных с этим святым местом и так далее. Но он не совершает там специально религиозных ритуалов, или религиозный ритуал для него является как бы необязательным. То есть в своем роде экскурсия в храм. Да, это экскурсия в храм, да, с таким экскурсия с религиозным компонентом, так скажем. У нас, допустим, на территории Казахстана вполне и страна в Центральной Азии, в том числе вот в Бухаре, в Самарханде тоже был недавно, очень сегодня идет очень большая тенденция среди паломников, потому что они здесь долгое время, никто и не был. И поэтому в эти места сейчас очень большой наплыв именно религиозных туристов, в том числе я имею в виду немусульман, которые просто переезжают с Китая, с Японии, с Индии, да, индусы немусульмане, чтобы посмотреть эти места. Ну, их в стране немало, но дело в том, что сегодня пошла тенденция среди некоторых, скажем так, ну, нечистых, да, на руку, на душу людей, которые пытаются находить, скажем так, да, какие-то мазары, из них делать объекты для паломничества и на этом как бы зарабатывать. И вот это очень большая проблема, потому что нам надо смотреть на что в первую очередь. Допустим, на западе Казахстана, в Магисталской области у нас есть памятник Бекетата, и люди едут туда на паломничество. Ну, в чем суть, да, функции вообще пребывания Бекетата в этом регионе? То есть это человек, который умер, но мы едем ему на могилу, чтобы сделать зерат. Но мы забываем, что этот человек, находясь там, он построил десятки мечетей, которые тоже являются, скажем, таким большим объектом, в принципе, и для туристов, потому что они просто построены в скалах, в пещерах, в подземельях, и как там устроена их инфраструктура, он там обучал наших, да, как бы предков, казахов в то время, которые жили, грамоте. И об этом история, как бы, умалчивает. И все основное, как бы, внимание перемещается именно на посещение этой могилы. Но это должно быть вкупе. То есть каждый религиозный деятель, приходя куда-то в какой-то регион, он приносил туда свет, просвещение. То есть он научил их читать, да, Коран, он научил каким-то истинам, не убей, не укради и так далее. И об этом тоже надо говорить. Насколько я понимаю, и у православных христиан, и у католиков в Казахстане также есть свои святыни, свои святые места? Да, безусловно, есть святые места, куда христиане Казахстана и православные католики идут в паломничество. Например, для православных особое значение имеет святая Серафима Феогностовская оксайская мужская пустыня. Она находится в Оксайском ущелье. Я сама была в этом паломничестве. Находится она в 25 километрах от Алма-Аты. Паломничество может совершить каждый православный верующий. Например, в Алма-Аты каждое воскресенье от территории Никольского храма отходит автобус, который подвозит верующих к горе, и дальше идет долгое путешествие вверх. Очень сложное, долгое. Я однажды чуть не сорвалась. Напоследок, на ваш взгляд, что можно сделать, что нужно сделать для того, чтобы те казахстанцы, которые захотят посетить святые места, приобщиться к этим святыням и так далее, чтобы для них этот процесс был максимально доступным, комфортным и так далее? В первую очередь я сказал, что надо просвещаться. Почему я об этом говорю? Допустим, в рамках нашего проекта «Хиджра муслима» мы специально снимали мечети исторические в Мекке, в Медине, где происходили, скажем так, судьбоносные решения для нашей умы, для мусульман всего мира. Но об этом, когда ты едешь в Мекку, тебе очень мало рассказывают. Какие-то туристические компании просто не имеют ресурсов, гидов и так далее, чтобы это объяснить на казахском или даже на русском языке. Кто-то на это внимание не обращает в силу того, что это занимает дополнительное время. Но на самом деле каждый этот объект, он очень примечателен в том плане, что он связан с теми, с каждым аятом Хурана или с каждым высказыванием нашего пророка. Для примера хотелось бы привести просто одну мечеть, когда поменялась Кыба, как мы говорим. То есть раньше, когда пророк, он жил в Мекке, он молился в сторону Мекки и через Квозь Мекку дальше на Русалим. Но когда он переехал с северной в Медину, пришел приказ, чтобы он молился только в Мекку. И вот эта мечеть, где он раньше молился в сторону Русалима, а потом резко совершился вот этот переход на 180 градусов, она сегодня там же и стоит. Но про нее многие из нас не знают. И поэтому, в первую очередь, чтобы ехать в паломничество или даже в религиозный туризм, надо быть просвещенным. И вот эта часть у нас немного сегодня хромает. Ваше предложение? Абсолютно согласна с Максадбеком. Безусловно, необходимо усиливать просвещенческую составляющую религиозного туризма и паломничества. Но я хочу еще, знаете, поставить следующую проблему, если можно. Как раз связано с моим опытом паломничеств и с внутренними паломничествами. А именно, тем более, что у нас есть программа, очень перспективная, Рухани Джангару. Часть этой программы – это сакральная география Казахстана. И, безусловно, вот эти святые места Казахстана являются важной составляющей реализации программы сакральной географии. Я должна сказать, что необходимо развивать инфраструктуру. Это очень важно. Потому что Казахстан, опять же, обладает большим потенциалом, в том числе, религиозного туризма. И мы, кстати, обсуждали это, когда я была в различных паломничествах. И как религиозный турист участвовал в поездке, например, в Туркестан. И вот здесь, мне кажется, что у нас не хватает развитой инфраструктуры для того, чтобы… Дороги, гостиницы. Дороги, гостиницы, да, с соблюдением санитарных норм, все-таки хотя бы минимального комфорта. Для того, чтобы привлекать в наши святые места туристов с постсоветского пространства, в дальнейшей перспективе зарубежных стран. Потому что это очень важно, потому что вот все-таки отсутствие инфраструктуры, оно отталкивает. И я, когда была в паломничестве, особенно в городе Туркестан, я столкнулась с этим, например. Да, поэтому я говорю, хочу указать на эту проблему, безусловно. Ну что ж, уважаемые эксперты, огромное вам спасибо за то, что пришли сегодня в нашу студию и ответили на все вопросы. Итак, это была программа «Религия сегодня». Увидимся в следующем выпуске на телеканале Хабар. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин